МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герои программы «Май Дэй ин Казахстан» это иностранные специалисты, связавшие свою судьбу, пусть и ненадолго, со страной в центре Евразии, а также послы и волонтеры. Они с любовью рассказывают о Казахстане, о том, чем они занимаются, а главное, каково им живется здесь сегодня. Камера будет сопровождать героев программы с раннего утра и до позднего вечера. Мы знакомим телезрителей с теми, кто помогает строить новую экономику и содействует интеграции Казахстана в мировом сообществе. А для казахстанцев открываем неизвестную страну, в которой они живут, но порой не замечают ее своеобразия. Привет, меня зовут Али. Я преподаватель из Ирана. Идемте позавтракаем в кафе. Здравствуйте. Там свободно? Большое спасибо. Как дела? Хорошо. Как сам? Отлично. Закажем что-нибудь? Что ты будешь? Наверное, кофе. А, кофейный человек. А, кофейный человек. Кое-что сделано с утра. Обычно мы с Адилем обсуждаем планы по продвижению наших проектов в соцсетях. А сейчас идем за моей женой, чтобы вместе пообедать. Нам туда. На самом деле, Али мой зять, и он очень забавный. И при этом весьма харизматичный и общительный. Иногда мы играем в познавательные игры, и, конечно, работаем над множеством новых проектов. С ним классно проводить время. Мы уже на месте. А вот и она. Привет. Привет. Для тех, кто удивлен их объятием. Дело в том, что это брат моей жены. Мой балдес. Да, младший брат по-казахски – балдес. У меня обеденный перерыв. Куда пойдем? Да, куда? В турецкое кафе. Моя жена работает весь день, так что у нас мало времени на ланч. Идемте. Али Гуламалипур учился в Малайзийском университете. Там он и познакомился с девушкой из Казахстана. Со временем они решили связать свои судьбы. Так что после окончания учебы оба приехали в страну в Центральной Азии и сыграли свадьбу по казахским и иранским обычаям. Сейчас он занимается созданием англоговорящего сообщества в казахстанской столице. Вот мы и добрались до турецкого заведения. Здесь отличная кухня и мне здесь нравится. И хоть в этот час здесь бывает многолюдно, надеюсь, найдется столик и для нас. Увидимся. А это детский сад. Одно из замечательных мест, где я преподаю английский язык. Детская энергия просто сумасшедшая. И я должен соответствовать ей. А это всегда приводит к чему-то веселому. Я учу детей здесь, и они полюбили меня. А я обожаю возиться с малышами. Это всегда забавно. Так что вперед. Привет. У детей пока что тихий час. Через несколько минут они проснутся, и я начну первый урок. Обычно на занятия уходит много энергии, но это ничего. Здесь я преподаю. Здравствуйте. Хорошо, как сами? Таков уровень моего знания казахского языка, но я не стою на месте. Тут мы занимаемся с детьми. Добрый день. Привет. Как вы? Прекрасно. Скажите, здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, садитесь. Проходите. Привет. Как дела? Молодчина. Главная сложность при обучении детей, особенно младших групп, заключается в том, что прежде всего надо научить их здороваться. Научить их простым фразам, типа «Привет», «Как дела?». И когда я только начал заниматься с ними, они просто повторяли за мной «Как дела?», «Как дела?», потому что думали, что они должны просто произнести эти слова вслед за мной. И только благодаря играм и постановочным сценкам с куклами они научились отвечать на базовые вопросы. А теперь мы уже проходим алфавит, числа, геометрические фигуры, обсуждаем эмоции, изучаем животных. Они отлично справляются. О, Раяна, салют. Всем привет. Привет. Посмотрим, помните ли вы какие-нибудь фигуры? Что это? Сердце. Сердце. Какого цвета сердце? Какого цвета? Это синий? Красный. Красный. Молодец, Раяна. А теперь все встаем. Готовы? Покажите мне, Где курица? Вот она. Молодцы. Ладно, хорошо. Хорошо. Скажите мне, а это кто? Коза. Коза. Мышка. Коза. Верно. Мышь и коза. Разумеется, казахстанские воспитатели в восторге от подхода Али к обучению детей и его умению находить общий язык с малышами. Учитель Али проводит занятия в игровой форме. Он смог наладить с детьми прекрасный контакт. Поэтому ребятишки чувствуют себя на занятиях свободно. Нет никакой скованности, а это помогает лучше усвоить задания. Слайдлозерен. Когда я был на занятиях, позвонила жена и сказала прийти домой к ее старшему брату на день рождения его супруги. Надо подняться наверх. Пошлите. Я думаю, вам понравится, как они празднуют в семейном кругу. Это их квартира. Нам сюда. Это семейная вечеринка. Саламу алейкум. Алейкум салам. Как дела? Хорошо. Это Ерсен. По-казахски он зовется Кайнага. Потому что он старший брат моей жены. Сегодня день рождения его супруги, так что пойду и поздравлю ее. С днем рождения. Спасибо. О, привет. Она стесняется. Это нормально для малышей. Окей. Алло. Али очень семейный человек. Это видно и в общении с малышами в детском саду, и на семейном ужине с родственниками жены. Детям он уделяет внимание едва ли не больше, чем взрослым. Но всегда найдет доброе слово и для каждого собеседника любого возраста. Я так рад. Благодарю. Пару дней назад у Алины был день рождения, но так как он выпал на рабочий день, мы отвечаем сегодня. Вот и наш зять после работы пришел поздравить. Угощайтесь. Приятного аппетита. Это традиционный казахский стол. Вот так, когда приходят гости, казахи собираются за Дастарханом. Лично мне нравится сидеть на полу за круглым столом. Думаю, так люди больше сближаются. В Казахстане прекрасно то, что несмотря на то, что это современная и очень развитая страна, здесь сохранились чудесные старинные традиции. Мне это нравится. Спасибо Алине и Ерсину. Они замечательные хозяева. Я счастлив быть в их кругу. Одна из причин, почему я остался жить в Казахстане, это великолепные родственники моей жены. Сегодня мы в доме моего брата Ерсина. На самом деле он двоюродный брат. Но мы очень близки, ведь мы росли вместе. Нам было так весело в детстве. Мы вместе проказничали. Я помню много уморительных историй. А теперь мы дружим домами и всегда поддерживаем друг друга. Я уважаю Али. И наша семья любит его, потому что он хороший парень. И мы ценим его решение оставить все и переехать с Нурзадой в нашу страну. Мы приняли Али как родного брата. Я собираюсь встретиться с моими друзьями Алексом и Кристиной. Они прекрасная пара. Мы вместе работаем над продвижением контента в соцсетях. Мы разрабатываем несколько интересных образовательных проектов. И потом мы будем путать и идти к... Привет! О, привет! Мы прогуляемся, а потом перекусим. А пока могу немного рассказать о моей жизни в Казахстане. Мы с Алексом давно знакомы. Позже он познакомил меня с Кристиной, а теперь выяснил, что они хотят пожениться. Надеюсь, они будут счастливы. Я желаю им хорошего счастья. Давайте начнем! Мы познакомились с Али в разговорном клубе в Астане. Я была студенткой, а он учителем. Он очень добрый и легкий вообще не человек. Так что теперь мы друзья и работаем над общими бизнес-идеями. Я думаю, если нам удастся сделать видео на этой неделе, например, серию роликов, то мы будем выпускать их по одному каждый день. Мы можем начать с Рилс, и там есть функция сохранять их как пост. Также мы можем написать несколько статей. Итак, мы пришли туда, где собираемся пообедать и продолжить беседу. Здесь очень приятная обстановка. И говорят по-английски. И здесь вкусная еда. И да, здесь вкусная еда, как сказала Кристина. Идемте с нами. Кристина и Алекс не только партнеры Али в одном из его многочисленных проектах, но и участники разговорного клуба. И это многое говорит о предпринимательских навыках Али. Он видит возможности во всем. А английский язык становится его проводником в деловой мир и помощником в налаживании связей. Али – хороший учитель, и он веселый парень. Очень открытый, и у него большие познания в дизайне, в преподавании и других предметах. Еще раз здравствуйте. Теперь мы в библиотеке, поэтому я говорю шепотом. Здесь я провожу встречи разговорного клуба, и меня уже ждут студенты, которые хотят улучшить свой английский. Это происходит в Национальной академической библиотеке в Астане. Нам надо наверх. Идемте туда. Это библиотека. здравствуйте привет 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 рад встречи кто-то из студентов здесь но их будет куда больше именно здесь мы проводим наш разговорный клуб немного подождем других студентов и начнем сегодня как обычно начнем с игры я думаю следует объяснить правила новым участникам и так мы научим вас играть с нами в слова игра называется connect да это твоя любимая игра а вы знаете как играть в коннект хорошо хорошо а ты знаешь ее нет хорошо я научу это просто мы описываем предметы или явления и остальные должны догадаться о чем идет речь хороший способ попрактиковаться итак у нас есть буква т вы должны придумать что-то что начинается с буквы т и описать это у всех сейчас есть этот предмет верно connect 5 4 3 2 1 телефон молодец гениально отличная работа я ничего не знал о сае раньше но недавно услышал что она чемпионка мира у нее 5 золотых медалей 3 серебряных и одна бронзовая по ментальной арифметики я просто хотел отметить что в казахстане много умных людей в разговорном клубе мы играем во множество игр таких как connect или у но здесь весело но мы обсуждаем и много серьезных тем например экономику конфликты и и так далее участники разговорного клуба в национальной академической библиотеке не могли пройти мимо музея старинной книги и что интересно по рассказам сотрудников с ираном у библиотеки налажена прекрасная связь по обмену культурными ценностями а совсем недавно иранское посольство преподнесло и в дар две сотни книг на персидском языке это уникальное издание на старо-латинском языке нам рассказывают о книгах и например обложка вот этой сделаны из человеческой кожи в 16 веке как я понял содержание книги до конца не изучено но в есть кое-какие финансовые заметки это не сам коран это объяснение того что представляют собой суры это очень старая книга как нам объяснили она была повреждена потом ее отправили в иран где с помощью апробированных технологий книгу восстановили и вернули в казахстан интересно что я могу читать это а 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 после разговорного клуба мы женой решили прогуляться возле экспо и где-нибудь там выпить чашечку кофе с друзьями а 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 и вот мы уже подошли к территории где проводилась специализированная выставка экспо 2017 эти сооружения эти сооружения были построены непосредственно для выставки а затем к сожалению из-за пандемии к вид 19 где все было закрыто но теперь все снова набирает обороты здесь очень необычно следуйте за нами какая она огромная эта сфера чувствуешь себя таким маленьким рядом с ней у главного павильона экспо нур-алем в котором находится музей энергии будущего супружескую пару ждал сюрприз они встретили здесь прогуливающихся участников разговорного клуба а жан мой друг он работает здесь и хорошо знает это место расскажешь я работаю в центре этого павильона в авиационной администрации казахстана которая регулирует международные и внутренние полеты а также любые внутренние документы связанные с авиацией что это да это действительно выглядит очень интересно необыкновенное произведение искусства у меня был долгий день я выложился весь без остатка а теперь хочу сделать перерыв и перекусить увидимся пока пока что мне нравится в астане так это великолепные здания они удивительны а некоторые неповторимы я люблю гулять по городу и любоваться ими здания здесь выглядят просто фантастически это так странно когда вы слышите о казахстане вам не приходит в голову что здесь может быть такая архитектура и такой город но куда ни глянь везде столько поразительного похоже именно здесь у меня встреча пойдемте будет весело привет как дела все хорошо как сам давно не виделись присаживайтесь пожалуйста спасибо спасибо али кстати у нас в ресторане каждый четверг пятницу и субботу живая музыка играют на гитарах музыка гитар музыка я познакомился с Аскаром когда преподавал в языковом центре он предприниматель и у него четверо детей недавно Аскар пригласил меня в собственный ресторан но я был занят а сегодня мы наконец встретились чтобы наверстать упущенное и обсудить некоторые совместные планы мне понравилось его произношение уровень владения английским языком я хочу точно так же владеть как на этих спикер английским языком и развиваться общаться общаться с иностранцами с людьми из других культур стран этот опыт мне очень интересен и и и и воскресное утро и мы отправляемся за город на природу и так в путь и 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 романтическое свидание. Правда? А еще и дождь пошел. Вот это романтика. Привет. Я не хочу трогать его. Он может сделать что-то безумное. Нет, он не сделает ничего дурного. Мы пьем верблюжье молоко. По-казахски верблюд это тьё. Тьё. Поцелуемся? Кажется, он так и сделает. Шучу, ведь я женат. Пейзаж здесь потрясающий. Похоже на чудесную картину. И так спокойно в этой рочи. Я не знаю, как передает цвета камера, но это просто неописуемо прекрасно. Осенние цвета такие обворожительные, как будто это масляные краски. Это действительно впечатляет. Нам нравится здесь гулять, и я надеюсь, что вы тоже сможете ощутить эту красоту. Я вижу какие-то красные ягоды. Вон там и там. Несмотря на то, что для Али климат северной и центральной частей Казахстана это немалое испытание, ведь он привык жить в жарких странах, тем не менее он искренне влюбился в степную страну, в ее прекрасных и дружелюбных жителей. Для меня это важный и поучительный опыт. Я родился в Иране и жил в одном из самых жарких городов на юго-западе. Учился в Малайзии и прожил там около 16 лет. А в Малайзии два сезона – жаркие и очень жаркие. И после этого внезапно приехать в Астану, где действительно холодно, было настоящим приключением. Контраст был велик. Так что на привыкание ушло какое-то время. Я думаю, что эта страна способна принять много иностранцев. И я верю, что в следующем десятилетии Казахстан войдет в первую пятерку или, по крайней мере, в первую десятку успешных стран мира. Ведь мы видим, как быстро он развивается и как растет население. Я думаю, мне удалось показать вам все, что мог. Я благодарен всем, кто помогал нам увидеть маленькую часть этой великой страны – Казахстана. И я хочу пригласить вас всех приехать и посетить это прекрасное место на планете. Если вы любите холод, приезжайте зимой. Если вам нравится жара, приезжайте летом. Вы найдете здесь и то, и другое. Спасибо всем, кто был со мной. И надеюсь увидеть вас в Казахстане. До свидания. Мы говорим «до свидания» герою нашей программы Али и его супруге Нурзаде. Надеемся, что его замечательные проекты, на благо казахстанцев, открытых всему новому, успешно притворятся в жизнь. И он еще долгие годы проведет в гостеприимной стране в сердце Евразии. Субтитры создавал DimaTorzok